Кто не сможет приехать, можно в одной оранжевой сети посмотреть прямой эффект, где будет задан, можете задавать вопросы артистам и мне. Ну вот мы в Юрмале, в Юрмале, и звучит музыка, и надо мной, прямо надо мной, небо, и оно переменчиво, переменчиво, как женщина. Здесь меняется погода мгновенно, как женщина, но самая прекрасная из всех женщин, которые приезжают в Юрмале, это, конечно же, хозяйка. Которая не просто приезжает, а живет здесь. Которая живет здесь, Лайма. Мы счастливы, что мы, наконец, с тобой на рандеву. Привет, 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 привет. Ребята, сейчас сзади у нас поет Чумаков, Алексей распевается. Эту песню мы слушаем уже 30 минут, и... Ну ладно, ладно. Ну хорошо, это правильно, это нормально. Не имеешь права, это все мои друзья. А я говорю только самое хорошее. Да. Я хочу еще... Лаймочка, я хочу сказать, как быстро время летит. Год с небольшим назад мы с тобой гуляли, проливной ливень был в Юрмале. У нас была фотосессия. У нас была фотосессия для журнала «Окей», и ты, я говорю, наверное, отменишь. Говорит, нет, почему? И абсолютная русалка, потому что ты слилась с природой, ты слилась с Юрмалой. Юрмалой и ты — это одно целое. Поэтому то, что здесь проходит теперь четвертый год уже подряд, да, фестиваль, рандеву с Лаймой, это абсолютно закономерно. А как иначе? А с кем еще? Вот скажи. Смотри, рост какой идет, да. Мы начали четвертый год, прошел четыре года. Сейчас у нас был круглосуточно эфир наших репетиций. Да, да. И вроде бы тоскливо, знаешь, как репетиция, одно и то же 20 раз повторять. Четыре с половиной миллиона нас посмотрело. Уже? Да. Это очень приятно. Подожди, извини, только я понять не могу, а как это ты круглосуточно репетируешь? Ты когда спишь? Ты вообще когда-нибудь спишь? Я сплю, между прочим, больше всего было этих просмотров, когда я спала. А потому что снимали, как ты спишь, потому что это уникально. Когда Лайма спит, я вам скажу, те, кто не видели, обязательно посмотрите эти вещи. А если вы еще не видели, мы попросим тебя на пять секунд. Вот смотрите, от этого можно оторваться? Можно оторваться от этой картины спят? Нужно оторваться, потому что сейчас надо собираться уже, идти одеваться, краситься, докрашиваться. Да, ну вот к вопросу. Да, Игорь, мы так хотим с Игорем пообщаться с тобой, что перебиваем друг друга. Ну, хорошо. Я слушаю, таких миллион мужчин, которые сейчас стоят вокруг нас, вы, к сожалению, не видите. И перебивают друг друга. И перебивают друг друга, чтобы прорваться сюда. Но никто, ни у кого нет шанса, потому что мы будем говорить с тобой. Что, у нас такие здесь бады гарды, что ли? Лаймочка, ты здесь хозяйка, ты главная исполнительница, ты ведущая этого мероприятия, ты придумщица главная. Абсолютно. Но тебе все, как ты это тянешь? Полный кошмар. Ну, это кошмар. Полный кошмар. Мы с тобой говорили об этом, что актер привык отвечать сам за себя. Мы эгоисты, мы артисты эгоисты. Да. А теперь мне приходится думать о других. И я на последнем месте. Это я не привык. Это же впервые в жизни. Не говори. Ты должна ненавидеть актеров, а ты их любишь и обожаешь. Нет, я их люблю. Они отзывчивые, они все приезжают с удовольствием. Вообще нет разговоров. Никто не отказал. А ты объясни мне. Вот ты сейчас всерьез говоришь? Вот просто мне гипотетически представить такого мужчину, который тебе отказал. Вот как он выглядит? Но он сумасшедший, это понятно. Даже не могу представить. Он не слышит, он не видит. Ты точно знаешь, что я такого не приглашу. Понимаешь? Да, конечно. Ну да, ты же интуичишь, ты же все понимаешь. Здесь действительно все твои друзья. Аня Лорак, Филипп Киркоров, Тамара Гверцетели, Хибла Герзмава, Леша Чемаков, который за спиной у нас сейчас. Это сегодняшний день. Это сегодня, а дальше? Купа Ума Турман. Киркоров. Марио Бионди. Марио Бионди, потрясающий. Алексеев, красавчик, молодой исполнитель. Тихо-тихо-тихо, спокойно. Фридем балет сумасшедший, просто лучший балет. Лучший, обожаемый балет. Я понимаю, латвийские, да, исполнители молодые. И Интер Бусулеса, и Стейбл с Янчикой, и Айшей. Да, его уже, Интер уже, да, знает. Да, его уже хорошо знает. Молодых ребят много. А завтра Слепаков. Да, Семен Слепаков. Он выдающийся вокалист, понимаешь? Мы просто берем, нет, просто у нас так получилось, что всегда балет и всегда есть юмор. Да. Поэтому в этом году у нас вот такой юмор. Нет, это круто. Салитная гармония, да. Ну, чтобы просто чуть-чуть расслабить людей, не одна музыка. Вообще, объясни, пожалуйста, вот в прошлом году мы с братом тоже были здесь, и тысячи людей действительно обсуждают только это событие, все его ждут, все хотят побывать здесь. Невозможно прорваться, сюда рвут из рук билеты. Это естественно. Ну, во-первых, потому что здесь ты, потому что это одухотворено твоей... Атмосфера, главное. И сумасшедшая атмосфера, конечно. Вот это, знаешь, такая атмосфера какой-то, ну, прям вот настоящей жизни. И ты целый год работаешь над этим, или ты вспоминаешь об этом? Заканчивается фестиваль, и начинается критика. Мы критикуем, критикуем, проходит год, все равно еще столько недоделок. Знаешь, хорошим нет предела. Потом все время происходит что-то. Там сломалась фура, что-то там еще... Это невыносимо. А я вам скажу, а когда ломается фура, вид Лаймы с гаечным ключом, это просто, ну, тоже не оторваться. Она в Литве. Лайма, скажи, а твой дом по-прежнему, как и в прошлом году, была репетционная база такая. Репетционная база, да. В чем отдельный домик, роскошный, где, в принципе, тоже можно было проводить фестиваль отдельный. Первый месяц музыканты там играют с утра до вечера, и моя собака Буч, музыкант, он сидит там. И все, кто смотрели нас с 19-го числа, уже почти две недели, они видели. Это правда, я не вру вообще. Моя жизненная карта не врать. Да, это понятно. Лайман, ты, конечно, в этом смысле уникальная девушка, потому что ты помимо звезд своих друзей еще приглашаешь совсем молодых исполнителей. То есть это такая двойная история. Звезды, и кому-то ты открываешь дорогу, как когда-то тебя. Они достойные. Они не просто молодые исполнители, это не так. Они уже состоявшиеся, но, например, кто-то в Латвии, кто-то в Эстонии. Вот сейчас мы всегда приглашаем кого-то из Евровидения, кто выступал в этом году. Я. Элина в этом году будет у нас потрясающе. Я считаю, что у нее будет оперная карьера. Я знаешь про что говорю? Как в свое время тебя уже талантливую и сформироваешься актрису Раймонд Паулс чуть-чуть так и впустил в открытую жизнь. Так же ты сейчас спускаешь в открытое пространство, в открытое плавание молодых ребят. Я надеюсь, что у них будет карьера. Ну, а ты говоришь, что ты эгоистка. Они все достойны. А кто говорит? Подожди, Лайма наоборот. Какая у нее щедрая натура, Игорь. Я не слышу, чтобы Лайма говорил, что она эгоистка. Да, была. Мой костюм, моя песня, моя аранжировка, что у меня там происходит, где моя машина, где... А теперь только пешком. Более того, ты по берегу бегаешь с утяжелителями? Бегаю, да. Только не во время фестиваля. Подожди, с каким утяжелителем? Навязывается, там пару килограмм... Ну, чтобы немножко... Нет, есть специальные кеды для этого. А это только летом? А у тебя сейчас, да? Лайма, это только летом происходит или круглый год? Нет, круглый год одеваешь ботинки зимние и все. И то же самое, что утяжелитель летом. Слушай, давай так, колись, рассказывай секреты. Начнется у нас концерт где-то примерно часа через два. Значит, все гадают. Все женщины, мы сейчас прошлись по берегу, они, значит, а в чем будет Лайма? Какая будет прическа? А вот какая прическа, кстати? Почему именно такая прическа? В этом году так модно косички, что я не могла это упустить. Девушка, ну это грандиозно. А скажи, а почему косички просто не опустить вот так вот вниз? Не шестнадцать же. У тебя восемнадцать, это не такая большая разница. Мы взрослые люди, следим за тем, что в мире происходит. На самом деле, я только потом, когда уже решила, что будет косичка, увидела. Ума Турман была, а сейчас вот вся запретенная в косичках. Ну слушай, по-любому с косичками лучше, чем с косой, понимаешь? Так что, итак, вот косички, послушай, ты всегда была законодательницей моды, на самом деле, и на эстраде, и в том, как ты одевалась. Тебя все брали пример, и в этом смысле все продолжается. Ну знаешь, вообще, на самом деле, я никогда не претендовала на такое. Я просто одеваю, что мне приходит гол. Например, сейчас я буду петь с итальянским певцом Марио Бионди, и он сам мне выбрал костюм. Из своих? Из моих. Он зашел ко мне в комнату, и я говорю, в чем вы будете, чтобы я как-то подстроилась. И он или в черном, или в голубом. Потом я говорю, а я в чем? И он говорит, вот в этом. Ты будешь моя белая невеста, он говорит. Послушай, ну это страшное дело. Мне кажется, должно быть наоборот, ты должна была сказать, я буду в этом, а ты должен под меня подстроиться. Никаких эгоизм, ничего. Про гостеприимство, Лайв. Про гостеприимство, нет, все. Все для артистов, которые сюда приехали. Если я пою дуэт, я подстраиваюсь под них, конечно. Мне же проще выбрать костюмы, у меня дом. Я так понимаю, что за эти годы произошла даже какая-то переоценка у тебя в восприятии жизни. Вот была как-то эгоистка, и все поменялось. Это постепенно происходил этот процесс, или как? Или вот так, джик? Нет, вот сразу, как поставили в условия, что ты их принимаешь, или ничего не получается. Надо любить людей, которых ты приглашаешь. Вот это, между прочим, секрет нашего фестиваля. Мы любим артистов, потому что сами артисты. Вадик, только ты не забывай, пожалуйста, что ты говоришь женщины, супер-женщины. Она, конечно, не эгоистка, она четыре дня, пока идет фестиваль. Потому что все время до него, и все время после него. Вот он, напьемся, и... Последний день. Посмотри, значит, сколько раз ты собираешься за сегодняшний день, за церемонию открытия поменять нарядов? На самом деле, задумано шесть, но, может, я немножко сокращу, потому что... А зачем? Зачем? Ну, может, не стоит так выпендриваться? А, потому что что дальше-то будет, да? Не стоит выпендриваться, все же четыре дня. Слушай, умножь. Да, сейчас на тебя расположу. Нет, ну вот сейчас я так хожу. Нет, ну вот смотри, вот один вариант. Один вариант, да? Это другой. Возьму у тебя другой. У тебя три белые джинсы. Супер. Супер. Я тебе очки могу одолжить. Бедный, еще не переодевался прямо с самолета. Слушайте, у меня в багаж не пришел. А ты на аэрболтик летел? Нет, я на аэрболтик. Да, вот видишь, а ведь делал бы на аэрболтик, все было бы хорошо. Ай-яй-яй, нет, аэрофлот лучше. Мы любим аэрофлот. Нет, она лучшая, да. Она лучшая, но... Мне позвонили, сказали, Игорь, ваш чемодан нашелся. Просто мы хотим его привезти иным способом. И с подарком внутри. И со всеми, да. Чтобы подарок был. А вот в чем дело. Конечно, конечно, и в этом дело. Ну, послушай, Лайма, давай вернемся к тебе. Все-таки ты главный подарок сегодняшнего дня, сегодняшних дней в Юрмале. Мне так нравится, что перед концертным залом Дзинтери четыре огромных таких баннера стоит. Всюду Лайма, Лайма, Лайма и гости. Не скромно, да? Нет, наоборот, очень даже скромно. В твоем случае это сама скромность. Вот. И список гостей. Невероятное количество исполнителей. И в первый день, и во второй день, и в третий, и в четвертый. Филипп Киркоров, по-моему, даже два дня будет выступать. Радовать всех зрителей. Да, Филипп будет у нас. Это счастье. Ты хедлайнером. Он первый год. И ты решила так, чтобы это было два дня. Пожалуйста, как человек хочет. Как артист хочет, так и будет. Хорошо. Елена Ваенга, да. Елена Ваенга уже четвертый год. Да, Лена приезжает с нами. Она подарила мне розу в прошлом году ее сыну. Да. Принес мне розу, я ее посадила, и должна буду отчитаться в этом году. У меня цветет желтая роза. Желтая роза от Ваенги? В саду, да. Фикарно. А я считаю... О! Что? Слушайте, артисты, которые нас смотрят. И все, все, все. Значит, я предлагаю новую традицию. Саженцы, только саженцы. Пожалуйста, каждый, кто приезжает на рандеву к Лайме, привозит саженец. Розы, что ты любишь? Какие-то саженцы? Нет, мне все равно. Я любые люблю. Пожалуйста, привозите лопухи, кактусы, что угодно. Но саженец посадили, и через какое-то время у тебя сад... Могу отчитаться. Да. Давай? Я же любительница. Лена тоже может читаться сегодня. Перед кем? Перед Леной Ваенга и ее сыном. Да, я что-то... Я покажу, она придет ко мне домой, конечно. Круто. А скажи, пожалуйста, ты такая гостепримная хозяйка. Все, кто приезжает на фестиваль-рандеву, потом приходят к тебе в гости домой? Нет, не все. Во время рандеву у нас просто нет всех. Это закрытая зона? Это не потому, что закрытая, а потому что просто я здесь с утра и до конца. А скажи, во время фестиваля сколько ты спишь? Вот я сплю, наверное, пять часов стабильных. А скажи, пожалуйста, вот здесь в Йормале все говорят, что двери твоего дома всегда открыты, что каждый может зайти. Да, открытая, но не ждите никаких угощений. Потому что из меня никакая хозяйка, никакая вообще. Я был в прошлом году у Лаймы дома, в холодильник, в котором... Что, дохлая рыба? Рыбы не было. Был творог, 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 творог. Какие-нибудь могу сделать булочки какие-нибудь из магазина. Все, я иду. В общем, те, кто приходит к Лайме в гости, пожалуйста, приносите еду с собой. Если вы голодные, приходите своей едой. Чтобы и Лайму накормить все. Ну и еще, все-таки, новые песни будут от тебя? Да, у меня будет, вот с Марио Бионди я пою дуэт. Это новые, да? И с Овер, да. Потом я пою с Филиппом Киркоровым новую совсем песню. Черная орхидея. Это я. Филипп говорит, а это я. В общем, мы не можем поделить орхидеев. Заинтриговал. Вместе с нами будет балет. Балет Freedom, да. А сегодня мы слышали, был саундчек группы Ума Турман. Ты с ними, кажется, тоже будешь петь. Да, я с Володей буду петь песню «ДТП». Он сказал, что это моя песня, которую я ему предложила. И он сказал, такое ощущение, что как будто я ее сочинил. Просто кайф. Так, с такими ребятами классно работать. Приятно репетировать. Ну, вообще, у меня столько появляется еще новых друзей после фестиваля. А что, бывают те, с кем ты раньше не очень близко общалась? Нет, я знакома. Но сейчас в обнимку. Это разные вещи. Хибла твоя подружка замечательная. Хибла Герцмава. Большая девиза. Хибла, знаешь, она классическая певица, но она обожает петь такие попсовые песни. Просто экспериментировать. А потому что музыкант, творческий человек, и мы всегда хочется экспериментировать. Будет в этом году, между прочим, потрясающая аккордеонистка Сидорова Ксения. Аккордеонистка? Да. Мы будем с ней, она будет играть петь соло, а потом будет со мной петь, вернее, играть, и я буду петь Пикадилли. Пикадилли! Ну, потому что под аккордеон, это все будет иначе. Слушай, ну так давай уже. Пикадилли! Да, это с мировыми звездами работать вообще особая честь. Вадик, я сейчас речь шла не о тебе. Значит, хотя ты спел прекрасно, да. Слушай, а ты не хочешь, наконец, сесть за инструмент и тоже что-то сыграть? Ну, знаешь что, уже и петь, и плясать, и готовить, и репетировать, и устраивать, и еще надо готовиться. Ко всему надо готовиться. Ты наиграешь на комплексе? Нет, ну нет, я плохо, я плохо, знаешь, дрем-дрем-дрем для себя. Подожди, у тебя жизнь, баскальное образование, ты не умеешь играть? Нет, я умею играть, я тебе говорю, для себя, одним пальцем, все, что мне надо. Но чтобы я бы сел бы за инструментом во время фестиваля, как какая-то какашка, нет. Подожди, а посмотришь, как эффектно было бы, если ты сел бы одним пальцем, чтобы сыграл, а? Слушай, а мне бы понравилась такая какашка, она сидит за районами. Какашка сидит играет. Она играет, ну так одни. Нет. Я бы смотрел бесконечно. И сегодня вся в белом. Минуточку, ты вся в красном, посмотри на себя, срочно. Ну это сейчас. А скажи, пожалуйста, сколько времени занимает, чтобы такую прическу сделать? Ну, наверное, меня чесали два человека, но около часа. Около, а, всего, я думал, ты скажешь, часа три. Ставилась заморочка. Это часть, да? Да. Потому что два человека, чтобы оптимизировать процесс. Все надо, да, все надо. Просто Вадик спрашивает не случайно, он тоже хотел бы что-то сделать. Ну да, я тоже, ты тоже хочешь к твоему фестивалю новую прическу сделать, но не успел. Я думаю, к следующему году желаем, а когда будет пятилетие будем отмечать. Ну хорошо, смотри, поскольку я знаю, что тебе надо бежать и готовиться. Значит, ну давай обратимся все-таки к тем, кто смотрит, кто любит, кто ждал целый год этот фестиваль. Дорогие друзья, я благодарна всем, кто был с нами все эти дни, когда мы репетировали. Вы сейчас сможете увидеть это. Вот что мы нарепетировали, вы уже увидите в отшлифованном виде. Я очень рада и благодарна всем вам. Я вас всех очень люблю. И вы тоже любите нас, нас артистов-несчастников, любите. Потому что мы очень чувствительные. И поэтому к нам надо, а как к детям. Это правда. Поскольку мы тебя не можем не любить, я тебе обещаю море любви, поскольку в ответ на твою любовь, на твое тепло, на твое радушие, здесь, конечно, отклик будет сумасшедший. Значит, у нас есть в кино такая традиция. Первый съемочный день мы разбиваем тарелку. И вот здесь, на этой тарелке написано «Юрмала, рандеву с Лаймой 2018». Игорь, покажи, покажи, подожди эту тарелку. Посмотрите, пожалуйста. Ну ладно, уже доверите. Ну ладно, доверите, да. Значит, написано, кстати, вот в кино, знаете, это написано черным фломастером, а здесь такой гламурным, серебряным, таким музыкальным пером выведено. Там есть гламурное мероприятие, Игорь. И сейчас мы разбиваем эту тарелку, вообще обычно мы разбиваем ее о голову главного героя, но сейчас мы разобьем ее о... Горько! Ура! С началом. Вот и начало. Спасибо. Рандеву с Лаймой Вайкули начинается! Ура! Лайма, давай эту бутку делаем в строю. Давай. Эмоции – это класс!